Лучшие цены на Apple технику и аксессуары в магазине makov.net, ссылка в описании. Всем привет, с вами был Тим, и в этом эпизоде я вам расскажу о линзе, которая позволяет захватывать широкий угол, делать фотографии с эффектом fisheye и делать макрофото. Давайте начнем. Итак, ребята, это далекий родственник Oloclip. Почему далекий? Потому что это подделка, отличная китайская копия, которая в принципе ничем не отличается от оригинала и делает довольно-таки крутые фото, которые я вам покажу в конце этого видео. Итак, ребят, как это все поставляется, к вам приедет вот такая вот коробка, я покупал на сайте everbuying.com, и в этой коробке вы сможете найти вот такой вот пластиковый кейс, в котором найдете инструкцию, потом будет лежать сама линза, мешочек и две заглушки для защиты этих самых линз. Вот, собственно говоря, сама линза с уже одетыми двумя заглушками, которые защищают, как я сказал, эту линзу, и мешочек, который приятный, и, ну, во-первых, это защита, то есть вы не поцарапаете свою линзу, и я считаю, это нужная вещь. В общем, ребят, вот такой вот комплект поставки. В итоге мы с вами получим линзу, которая позволяет делать фотографии с эффектом fisheye, и также линзу, которая захватывает широкий угол и делает фотографии макро. Теперь давайте поговорим о том, как это будет выглядеть на нашем айфоне. Возможно, эта линза покажется кому-то несимпатичной и вообще глупой, и люди на вас будут косо смотреть. Но, однако, там, где я это снимал, людей не было, и поэтому мне было как-то все равно. В общем-то, ребят, эта линза позволит вам делать качественные фотографии, довольно-таки красивые, и ваши подписчики в инстаграмчике оценят эти фотки, которые вы сняли с этой линзой. В общем-то, после того, как вы ее нацепили на ваш айфон, вы можете заходить в приложение камеры и делать фотографии с широким захватом угла, с эффектом fisheye, либо с макросъемкой. То есть, ну, я считаю это очень даже круто. Линза внутри прорезина, то есть она не поцарапает ваш айфон, и стоит эта линза 6,5 долларов. Куплена на сайте everbank.com, то есть отличная экономия денег. Потому что я рылся в магазинах Кива и нашел такую же линзу за 20 долларов. Ну что же, ребят, на этом все. Вот такой вот получился обзор этой линзы, и в описании я оставлю ссылку, где я купил эту линзу за 6 долларов. Согласитесь, выглядит она очень качественно, при том, что это копия. И сейчас я вам покажу пару фотографий, которые я снял с помощью данной линзы. На этом уже точно все. С вами был AppleTem, если тут впервые подписывайся на канал, ставь пальцы вверх, не забывай о яблочках. Пока!